друзья надеюсь у вас все замечательно я сегодняшний влог хотела бы начать с очень радостной новости вчера у меня была съемка для шоссеи да мы с ними подписали контракт и я вам уже как-то рассказывала в одном из влогов что они мне предложили сотрудничество в общем вчера у нас прошла съемка она была очень необычной крайне сложной почему объясню чуть позже и я конечно же очень хотела чтобы вы увидели процесс вообще как что там происходило так что оставляю вас с кадрами которые снимала я вчера начинаются подготовки здесь есть даже просто человек аквалангист очень много людей сейчас готовят девушек нас сегодня будет трое или четверо там есть платье в общем сейчас всех красят это очень интересный декор также еще будут снимать для канала шоссеи да есть просто очень много оборудования я просто хожу облизываюсь на все камеры я еще вообще ничего с собой не делала у меня с волосами просто какая-то катастрофа потому что влажность дождь здесь такой замечательный стол со всеми со всеми вещами я пойду искать свою воду потому что без воды я никуда хотела рассказать вам кстати в чем я сегодня очень уютно оделась мне здесь брюки с кашемира отлили сил вот такой вот милый фалат тоже кстати отлили сил чтобы чувствовать себя очень комфортно уютно самое главное не уставать посмотрите какие потрясающие платье сейчас будем примерять выбирать что мне подойдет лучше главное чтобы не нашел прекрасный оттенок красного в общем я должна выбрать одно из платьев которое мне нравится чтобы в нем сниматься в воде я сейчас выбираю то что мне нравится потом я это буду примерять и на это платье будут нашивать другие кусочки ткани чтобы она лучше развивалась в воде и также его будут подгонять если что под меня под мой размер мне очень нравятся такие знаете воздушные платья длинные просто у меня разбегаются глаза настолько они красивые так в общем сейчас посмотрю и потом меня будут как раз вот красить или делать прическу вот мое первое платье которую я примерила мне кажется она очень красиво и мне очень нравится что здесь открытые плечи она очень длинная сейчас будет умирить другие второе платье у него уже совершенно другой стиль с бретельками тоже очень длинная очень красиво вот так ну что вот такой результат получился мне сделали очень классную косу посмотрим что будет дальше с ней может быть волосы еще раз пустят ну в общем мне очень нравится макияжа практически нет сделали так чтобы это выглядело очень-очень натурально естественно так что все пойду сниматься а 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 да а а э а потому что а х на а французки модели И просто вот так вот их видеть и участвовать в том же проекте для меня, конечно, просто является чем-то невероятным. Здесь, кстати, все ходят в масках. Такие вот правила, то, что мы сидели все за столом, при этом маски снимали. Но когда обед закончился, то, знаете, так все просто по умолчанию маски надели. Мне так непривычно, потому что я сняла все свои кольца, чтобы как раз представлять продукт. Пока не могу сказать, какой продукт от Shiseido. Мне сделали вот такую прическу. Я вам ее показывала. Я не знаю, видно вам было или нет. В общем, такая вот косичка. У меня ее распустили. Для второй части я даже не знаю, что со мной будут делать. В общем, в любом случае для меня это всегда в новинку, потому что, конечно, я с собой делаю совсем другие вещи. И в качестве макияжа тоже, видите, вообще ничего нет. Еще хотела сказать, что это было крайне сложно. Когда ты в воде, еще делаются, знаете, такие волны, чтобы красивее была видна текстура воды на фотографиях. И у тебя просто вода попадает в глаза, в уши, в нос. Ты начинаешь задыхать. Про тебе говорят, все хорошо, дыши. У меня уже потом настолько устала шея, потому что все волосы намокли. У меня еще была такая, знаете, мне потом сделали вообще шишку. Так что я уже потом просто не могла держать голову. Вот. В общем, буду заканчивать. То, что это я с вами разболталась. Сейчас будет вторая часть. И пойду я переодеваться. Продолжение следует. У меня еще никогда в жизни на самом деле не было более сложной съемки, чем вчерашняя, потому что, во-первых, это вода, это такая стихия, которую, скажу честно, я не очень комфортно себя чувствую в воде, я достаточно хорошо плаваю, но при этом мне не нравится, как, например, вода соприкасается с лицом. И, конечно же, в таких условиях, когда ты должен быть полностью погружен в воду, когда у тебя на лице должны быть капли воды, и в финальной сцене ты вообще должен быть полностью под водой, мне было непросто, и еще было непросто с точки зрения того, как сильно намокали мои волосы и последствия нагрузки на шею я в полной мере ощущаю сегодня, потому что я хожу, просто вот не могу вообще ей крутить, вертеть в разные стороны, настолько она у меня болит. Ну, это все ничего, потому что это такие мелочи, на которые ты смотришь просто как опыт, потому что находиться вот в этой команде, людей там было действительно много, как я вам говорила, там было два офиса, то есть офис маркетингового агентства и офис от самих Шесейда. Я у них спросила разрешение, вообще, что можно говорить, что нельзя, как я вам сказала ранее, продукт я еще не могу вам упоминать, но вот просто посмотреть, как люди работают, насколько они полны идей, как они друг с другом взаимодействуют, это, правда, дорогого стоило, и они были настолько все милые со мной, что просто они говорили мне столько приятных слов. Мы с ними разговаривали по-французски, тоже спрашивали, сколько я учила французский, как, где. Я у них поспрашивала вообще, как происходят такие, ну, скажем, проекты, вообще, откуда зарождается идея, как они опытно воплощают, просто вот за этим всем стоит такая работа колоссальная. И вчера помимо меня снимались еще вот две девушки, это были профессиональные французские модели, я на которых была подписана. Естественно, мне никто не разглашал, кто там будет участвовать, это все было совершенно секретно, и вот когда я туда прихожу и вижу вот этих девушек, у меня просто первая мысль вообще, а что я там забыла? Конечно же, когда я увидела этих девушек, у которых, ну, естественно, это их работа, они профессиональные модели, они участвуют в таких проектах, как в Шанель, Лан-Ван, еще многие другие действительно просто тоже мировые бренды, вот. И для меня, конечно, тоже была такая, с одной стороны, честь, и с другой стороны, ну, я так думала, правда, как, как они меня выбрали, по каким критериям. Это всегда очень-очень интересно. Я там подружилась с прекрасной девушкой, с арт-директором, вот, с ней поговорили, и тоже думаю, насколько люди вот в таких, ну, на такой должности и при таких проектах остаются прекрасными собеседниками, то есть не чувствуются какого-то, знаете, такого расстояния непреодолимого, что ты не можешь как-то с человеком поговорить нормально, или что он тебе будет отвечать сквозь зубы, просто чтобы ты от него отвязался. Вот настолько вчера как-то все были расположены к приятной беседе, что вот эти 5-6 часов, в которые мы работали, они пролетели просто мгновенно, то есть мы все чередовались. Это, кстати, просто была шикарная организационная работа, потому что не нужно было долго ждать, не нужно было толпиться или ждать, пока тебя накрасят. То есть все как-то последовательно, логично. Про прическу с макияжем я вам уже на месте рассказала, но скажу, что для меня это правда было вообще непривычно. Стилист, который мне делал эту прическу, он когда увидел мои волосы, а я вам скажу, что я специально вот не подстригалась до вчерашней съемки, то есть я сегодня вообще хотела подстричься, потом расскажу, что пошло не так. В общем, он волосы увидел, и, конечно, у него сразу разыгралось воображение, что можно с ними сделать, как заплести, поэтому вот он наплел такую интересную косицу, которая, конечно, мне очень понравилась, но я никогда в жизни не смогу себе такое повторить на голове. Очень, конечно, жаль. И, конечно, с нетерпением буду ждать результатов, буду ждать снимков, потому что это не просто так, что фотограф мне скинет фотографии, и я их смогу публиковать. Нет, там очень серьезный будет процесс отбора, редакции, то, что можно постить, в какой последовательности и так далее. Но говорю, вот для меня это просто огромная честь была, и вчера у меня просто взорвался Инстаграм от ваших сообщений. Огромное вам спасибо, что вы мне слали столько реакций, столько искренних слов радости, что вы тоже рады за меня. Я это просто безмерно ценю. И просто хотела вам сказать, что если вы занимаетесь чем-то, и вам это действительно нравится, ну, может быть, вас не так сильно поддерживают со стороны, как вам хотелось бы, но вы чувствуете, что дальше может получиться нечто большее, вот не останавливайтесь ни в коем случае, потому что у меня были периоды, у меня было много периодов, когда люди говорили мне, что я откровенно занимаюсь какой-то ерундой, что я трачу время, что вообще зачем ты тут снимаешь видео какие-то дурацкие. Но я понимаю, что не все происходит сразу, и время, чтобы вас заметили, чтобы вы вот начали пожинать свои результаты труда, все это требует времени, усердия и, главное, тоже веры в себя. Поэтому вот мой вам посыл, не сдавайтесь, не останавливайтесь, а у вас все обязательно получится. И почему, собственно, я сегодня не пошла подстригаться, это потому что я просто свалилась со своей мигренью, у меня как-то жутко болела голова, и я просто сегодняшний день осталась дома, сделала себе максимально крепкий черный чай с, знаете, сколько я туда ложек сахара закинула? Пять ложек сахара, это вообще просто кошмар, но мне в таком случае достаточно, ну, помогает, что ли, от моих последствий мигрени. В общем, я сегодня не пошла никуда подстригаться, хотя я говорю, вот, все, после съемки я очень хочу уже подстричь свои волосы, которые стали неимоверно длинными, так что надеюсь, в скором времени до Кристофа, до моего парикмахера я все-таки дойду. А еще вчера мне подарили это роскошное платье, в котором я снималась, и, конечно, я его хотела показать вам во всей его красе, в полный рост, со всеми деталями, потому что я как только это платье выбрала, сразу мне все сказали, что это платье, оно прям похоже на кутюрное платье, что как-то его прям очень долго готовили, расшивали, и, правда, вот настолько отгадали по моему размеру, так что его даже не нужно никак ничем корректировать, никакими ремнями, никакими либо поясами и так далее. Вот мне так нравится такая длина, и нравится, что здесь очень много таких разных оборок, что оно вроде как и достаточно простое, что у него такой яркий насыщенный цвет, который, мне кажется, у меня достаточно неплохо, я никогда не носила такие ярко-красные, даже ближе к коралловому вещи, но теперь, мне кажется, буду чаще обращать на подобную одежду внимание. В общем, я прям с нетерпением жду повода, чтобы еще раз надеть это прекрасное нарядное платье, подобрать к нему обувь, какие-то аксессуары, хотя, мне кажется, вот с ним-то как раз нужно быть поосторожнее, чтобы это платье не перегрузить. Хотела передать вам привет от пирожка, который здесь у нас отдыхает. Он у нас набегался за всеми птичками в округе, у него такой вид. Да, пирожок скажи всем привет. Вот, набегался, напрыгался, и сейчас у него такой вечерний, неспешный отдых. Я когда буду монтировать, он залезет ко мне на ноутбук. Ну, как на ноутбук, в общем, возле ноутбука он у меня греется, потому что ему прям очень нравится, когда я рендерю видео, но мой ноутбук максимально нагревается, и пирожок греется в эти зимние холодные вечера. Я сейчас собираюсь навстречу с Дашей. Смотрите, что я стою на ковре в сапогах. Я их время от времени чищу. Вчера я наводила ревизию в своем гардеробе, и остатки этого занятия можно увидеть здесь, потому что очень много вещей, с которыми я вообще не знаю, что делать. В общем, я вам сетовала на то, что не могу носить вещи бежевого цвета, потому что очень сложно подобрать оттенок, чтобы у меня он шел. Но я же могу носить бежевые вещи внизу без каких-либо вообще проблем. Надела я сегодня вот эту классную юбку на высокой талии. Она винтажная. Мне очень нравится сочетание черного, как он обрамляет эту юбку, и, собственно, ее длина тоже такая, знаете, универсальная. Вот, в общем, сейчас пойду встречусь, наконец-то, с Дашей. Очень давно с ней не виделись, а потом буду разгребать весь этот бардак, коробки и вещи, которые я вчера отложила. Пока не знаю, что с ними сделать, но надеюсь, что-нибудь придет мне в голову. Посмотрите, с кем мы встретились за таким шикарнейшим столом. Конечно же, ни с кем им, как с моей дорогой красавицы Дашули, у которой новая прическа. Посмотрите, мне так нравится, так идет. Вот просто вообще стиль, воплощение стиля. Вот, мы встретились в Ладуре, который имеет просто шикарный интерьер. Я уже сказала, Даша очень подходит к ее кардигану и к цвету помады. Потом поснимаю вам интерьеры получше, когда не будет так много людей. В общем, взяли. Я вообще не стала придумывать. У меня здесь нотку-ку. Очень вкусный десерт. Прилавила в прошлый раз. Даша, что у тебя? У меня макарон с карамелью и кокосовым орехом. Еще какой-то. Это апельсин и что-то там еще. Ну, я не помню. Это новая какая-то коллекция макарон. Я бы решила еще разобрать. Да, и чаек. У меня же зафильм с цитрусовыми и жасмином. А у меня сырозы. Да, так что вот. Будем болтать, пить чай. И, конечно же, есть пирожные. Это цель нашего визита. И, конечно же, есть пирожные. 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 И здесь у меня в этом маленьком свертке тоже остатки эвкалипта, потому что, как мы решили с моим флористом, вот в этот букет эвкалипта было бы слишком много, если бы мы все вместе оставили. А так у меня получилось два маленьких классных букета, и для этого эвкалипта тоже подберу вазу. Если вы вдруг не знали, хотя мне кажется, это вообще всем известно, эвкалипт очень классно очищает воздух по мере своих возможностей. Он классно пахнет, и его можно просто с легкостью сушить, потому что он не меняет своей формы, и также в сушеном виде очень классно он пахнет, и чтобы как раз усилить его запах, можно просто вот так вот растереть лепестки, и он будет просто очень здорово пахнет. И, как я поняла, в зависимости от сорта эвкалипта они пахнут по-разному. Хотела показать вам финальный результат, что получилось, поскольку букет вышел достаточно таким объемным, за счет еще эвкалипта кажется, что он прям такой ветвистый. Я выбрала вот эту самую обычную свою вазу, и мне прям очень нравится, как он смотрится в интерьере. К тому же у меня очень давно не было таких маленьких роз, даже в принципе роз в букетах, так что буду ходить рядом с ним, любоваться, и время от времени его поправлять, потому что все равно хочется как-то то здесь веточку отодвинуть, то здесь он прям такой. Действительно получился большой, я аж не ожидала, когда несла его домой. Я как-то давно делала суп, который можно назвать вольной импровизацией супа томкха. Чтобы его сделать, мне потребуется кокосовое молоко, немного шампиньонов, масло кунжутное, лимон и лайм, сок. Также у меня будет рис, очень вкусный рис, просто обожаю его, называется рис басмати. И в суп у меня пойдут креветки. Также этот суп можно сделать с курицей, с филе курицы. А, еще забыла показать вот эту приправу ситронель. Если у вас нету, по-моему называется лимонник, можно ее заменить вот такой вот приправой. И имбирь, конечно же имбирь, потому что я его буду обжаривать вместе с шампиньонами и креветками. Так что увидите, рецепт правда очень простой, но я просто обожаю этот суп, насколько он вкусный. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Еле сдерживаю, чтобы не съесть всю тарелку супа. Потому что я просто безумно довольна, как у меня получилось сочетать ингредиенты. Вы можете по ходу готовки добавлять соль, например, или сахар, или соевый соус. Как в большинстве азиатских блюд присутствует такая кислая сторона, немного сладкая за счет кокосового молока. Я еще также добавила здесь несколько томатов, семечки кунжута. Получилось очень вкусно, и вы всегда сможете подкорректировать вкус, добавив чуть больше, чуть меньше соевого соуса, чем... Ну, в общем, как вы хотите. Все, я не могу больше говорить. Пойду. Пойду ужинать. Еще хотела вас поблагодарить за все те классные комментарии, которые вы мне оставили под моим предыдущим видео. Вопрос-ответ, где я просто с вами беседовала, отвечая на ваши вопросы. Я даже не ожидала, что будет так много людей, которые совпадают со мной во взглядах на мир, на отношения к жизни. Вот, правда, так приятно встречать единомышленников. Я уже не говорю про то, насколько мне приятно видеть и слышать от вас такую поддержку, слова даже благодарности, столько лестных комментариев в мой адрес. Конечно же, меня это очень сильно мотивирует идти дальше, продолжать улучшаться, стараться. Так что, правда, большое вам спасибо. Я очень надеюсь, что к моменту выхода этого видео я уже на все комментарии ваши отвечу, потому что, честно признаться, я себя не очень удобно чувствую, когда мне так много людей пишут, пишут так много классных вещей, а у меня, к сожалению, вот особенно на этой неделе совершенно не было времени, чтобы всем уделить время. Так что, надеюсь, я исправлюсь. Я буду очень ждать вас, друзья, у себя в Инстаграме, где я чуть более оперативно с вами общаюсь, где я делюсь повседневной жизнью в Париже, показываю классные места этого города, рассказываю о своем быте, дома вообще, что я ем, что я готовлю. Так что, буду рада, если вы там ко мне присоединитесь. Я вас крепко обнимаю и совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok